Здравствуйте! На Афонтово в преддверии 1 сентября, конечно же, это главная тема сейчас. Гость, это исполняющая обязанности министра образования Красноярского края Светлана Ивановна Маковская. Здравствуйте, Светлана Ивановна! Здравствуйте! Давайте как-то начнем с каких-то школьных цифр сразу. Сколько школ готовы принять, сколько первоклашек идут, сколько школьников. Это всегда интересно, потому что это какие-то такие показательные, очень воодушевляющие цифры, как правило. В этом году у нас откроется 1105 школ, в которые придет почти 340 тысяч учащихся. Должна заметить, что в этом году учащихся, как и в прошлом году, придет несколько больше. Мы испытываем приток детей школьного возраста в течение уже пяти лет. И в этом году будет почти на 10 тысяч учащихся в школах больше, чем в прошлом году. Первоклассников будет чуть более 38 тысяч. Первоклассников приходит сейчас примерно одинаковое количество, что и в прошлом году. Но тем не менее... А откуда прирост берется тогда? Да, этот прирост происходит из-за того, что у нас уходят из школы те дети, которые, и те школьники, которые заканчивают 11 класс, и те ребята, которые не приходят после 9 класса в 10, их уходит значительно меньше, чем приходят первоклассников. То есть, получается, в прошлом году ушло чуть более 27 тысяч, а приходят первоклассников 38. За счет этого каждый год прибавляется по 10 тысяч школьников в наших школах. То есть, все-таки первоклассники дают какой-то прирост, хоть и сами по себе. И бесспорно. Да. Совсем недавно, конечно же, красноярские статистики подсчитали, сколько будет стоить собрать школьника в школу, мальчика, девочку. Но тем не менее, есть такие статьи расходов, которые все-таки за счет учебного заведения. Да, это учебники, это какие-то книги. Насколько здесь у нас всего комплект? Не приходится ли что-то покупать родителям? Учебники мы ежегодно покупаем за счет средств краевого бюджета. Это направляется достаточно значительная сумма средств на приобретение учебников. В этом году учебников приобретено на 514 миллионов рублей. Поэтому все школьники края обеспечены бесплатным комплектом учебников, которые используются в учебном процессе. Это то, что касается учебников. При этом подход у нас в течение этих двух лет уже осуществляется. Следующий. Мы покупаем не только бумажные учебники. Их, кстати, мы купили более чем полтора миллиона экземпляров, но приобретаются и учебники в электронном виде. Но при этом соблюдается баланс своеобразный, потому что, на наш взгляд, электронные учебники, конечно, не нужны. Их нужно вводить в образовательное пространство, если мы тем более говорим о цифровой образовательной среде. Но, тем не менее, считаем, что учебник, который в бумажном виде, это самый основной учебник, который обязательно должен быть у каждого школьника. У меня ребенок дошкольного возраста, а в школе я была, соответственно, когда еще сама училась. Поэтому электронные учебники – это что у нас? Школьники сейчас с гаджетом у меня уже ходят на уроки? Да, есть такой вид учебника. Если сравнить эту цифру, например, я сказала, что полторы тысячи экземпляров в бумажном варианте, то около 30 тысяч экземпляров, так скажем, это в электронном виде. Фактически, это учебник, который переложен в электронный вид. Конечно, может быть, он еще не совсем, на наш взгляд, совершенен с точки зрения электронной образовательной среды, потому что он пока не позволяет, это просто электронная книга, можно так сказать. Но ее можно разместить как на компьютере, так и на наших современных гаджетах. То есть дети могут заниматься, в принципе, с электронных книг, они могут заниматься дома с компьютеров? Да. А, ну, это же прогресс. Так, а вот то, что родители задают вопросы все время, потому что самим приходится докупать рабочие тетради. И они недешевы, и их нужно несколько, если у учеников в семье двое, так и вовсе. Рабочие тетради совсем не приобретаются? Рабочая тетрадь – это, так скажем, дополнительный материал к основному учебнику, который используется во время образовательного процесса. При этом школа на педагогическом совете должна определить, по какой образовательной программе будет работать в течение всего учебного года, и определить, есть ли необходимость в таких рабочих тетрадях. И если школа на педагогическом совете определяет, что обязательно должна быть такая рабочая тетрадь, то тогда школа и должна закупить эти рабочие тетради. Это первый вариант. Это ново. Если школа решает, что достаточно учебника, она может работать только по учебнику. То есть такого обязательного, так скажем, прямо стопроцентного использования рабочих тетрадей – это определяется педагогическим советом. Но с другой стороны, если, тем не менее, учитель принимает такое решение, то можно использовать следующий вариант. Иногда педагоги используют вариант, когда приобретают несколько рабочих тетрадей, их потом размножают и используют в работе. Но еще раз повторяю, что это должна определить школа, исходя из своего педагогического совета. В принципе, средства, которые направляются, некоторые школы, которые определяют, что они будут работать еще с рабочими тетрадями, у них достаточно и средств, и на рабочие тетради. Но понятно, что 100% всех 340 тысяч учащихся обеспечить рабочими тетрадями, которые являются разовым инструментом, такой возможности у нас пока нет. То есть все-таки помощь родителя здесь нужна? Ну, хорошо. В Крае увеличился срок обучения в техникумах и колледжах. С чем это связано? И является среднее образование сейчас востребованным для ребят? Или все-таки все так же стремятся в вузы и получить высшее образование? В 2013 году был изменен закон об образовании Российской Федерации, который исключил уровень образования, начальное профессиональное образование. И сейчас все студенты, абитуриенты, поступающие в учреждения среднего профессионального образования, они в обязательном порядке получают среднее образование. И, соответственно, действительно изменился срок обучения. Срок обучения в среднем профессиональном образовании стал не 3 года, а 4 года. Это связано с двумя позициями. Как я уже сказала, это получение в целом среднего полного общего образования. И вторая позиция, она связана с тем, что сейчас обязательно те студенты, которые обучаются в среднем профессиональном образовании, получают вторую профессию, вторую компетенцию, вторую специальность. Поэтому из-за этого увеличился срок вместо трех лет. Сейчас студенты обучаются четыре года. А спрос? Действительно, последние годы серьезно изменяется набор в учреждении среднего профессионального образования. И у нас каждый год увеличивается количество абитуриентов, претендующих на поступление в учреждение среднего профессионального образования. Это объясняется несколькими причинами. Первая причина – это, конечно, бесспорно повышение качества самого профессионального образования, среднего профессионального образования. Это участие края в международном движении WorldSkills, GeneralSkills и победа наших студентов в таких движениях. А это не просто уже само, сами соревнования, это как итог. Понятно, что при подготовке к этим соревнованиям происходит подготовка, профессиональная подготовка уже по другим стандартам. И есть объективная причина, она вызвана, опять же, первой темой, что у нас увеличивается количество школьников. Ну, наверное, руководители производств, самых разных, должны быть этой новости и этой статистике рады. Потому что какое-то время назад руководители больших, крупных заводов, например, они сетовали на то, что все хотят быть юристами и экономистами. Кто работать будет, кто будет работать на станках, кто будет заниматься какими-то простыми, понятными специальностями. Вот я так понимаю, что и спрос на такие профессии растет, на рабочие специальности. Да, и спрос растет. И мы выстраиваем серьезные отношения с нашими потенциальными работодателями. Для студентов, выпускников СПО есть такое направление, есть такой проект, который реализуется, мы его называем «Дуальное образование», когда образовательная подготовка проходит на базе учреждения среднего профессионального образования, а практическая вся часть образовательной программы реализуется уже непосредственно на предприятии, с которым выстраиваются договорные отношения и где будущий выпускник, студент СПО будет работать. Это хорошо, еще выпускаешься, и у тебя уже работа. Сколько, вы еще рассказали, школ в Красноярском крае откроют свои двери? Тысячу? Тысяча сто пять школ. Тысяча сто пять. Новые школы, и уже тогда захватим мы детские сады, в Красноярске в этом году открываются, и в ближайшие годы какие еще планы на именно новые учреждения и дошкольного, и школьного образования? В этом году открылась одна только новая школа, она расположена в очень отдаленном поселке, поселке Эконда, Ивенкийского муниципального района, но тем не менее, это школа маленькая, но она очень сильно востребованная для ребят, которые, школьников, которые там будут учиться. В целом же в Красноярском крае сегодня строится семь школ, которые будут вводиться в течение либо до конца 2018 года, либо в начале 2019 года. Из них, из этих семи школ, три школы строятся в городе Красноярске. Это очень крупные школы по 1280 мест в самых сложных микрорайонах города Красноярска. Это микрорайон Покровский, где у нас самая крупная школа, 153-я, там строится еще одна школа. Это микрорайон Солнечный, где тоже очень сильно развивается строение, в которых и развивается микрорайон. И это микрорайон Преображенский. Помимо этого строится школа в городе Канске, в деревне Петропавловка, Курагинского района, на Таймыре строится школа-интернат. То есть вот семь образовательных учреждений, которые будут сданы либо в конце 2018 года, либо в начале 2019 года. Я так понимаю, в Красноярске еще район Пашины, Белые Росы очень бы ждали, что у них там школу построили. Планируется школа, ее начало планируется в 2019 году со сдачей в 2020 году. Эта школа действительно в планах есть. Ну, это должно радовать тех родителей, у которых детям не предшкольного возраста, а им еще есть куда подождать. Недавно была новость, что выпускники этого года смогут сдавать китайский язык в форме ЕГЭ. Много желающих? Прямо очередь? Китайский сдавать? По Красноярскому краю пока таких желающих нет. Просто есть возможность, и мы должны предоставить такую возможность выпускникам. По иностранным языкам у нас первое место занимает английский язык, его выбирают традиционно. Следующий язык — это немецкий и французский. Но у нас ребята выбирают, например, испанский язык. Уже в течение трех лет есть выпускники, которые сдают испанский язык. Поэтому появилась теперь возможность сдавать и язык китайский, потому что востребованность, она существует, и мы должны предоставить такую возможность нашим выпускникам. А в скольких школах преподают китайский? Чаще всего это ребята, если, например, говорить про испанский язык, то чаще всего это ребята, которые изучают самостоятельно его, либо дополнительно, да, но есть возможность сдавать, потому что такая необходимость есть в связи с тем, что ребята, следовательно, поступают в соответствующие вузы, где этот язык необходим. А китайский? Аналогичная ситуация. То есть тоже это в дополнительном? Да. Мне кажется, что в условиях развивающейся экономики Китая это очень актуальное направление знать китайский язык. Действительно. Да, и может быть даже и появится такая возможность и необходимость вводить его китайский язык в школу. Светлана Ивановна, я вот, знаете, хочу вас под занавес нашего разговора спросить. Вот, знаете, второй год уже телеканала Фонтова и благотворительный фонд добро24.ру поддерживаем в Красноярске акцию «Дети вместо цветов». Вы педагог, вы можете посмотреть на эту акцию с разных сторон. Вот как все-таки считаете, можно в День знаний отказаться от 30 букетов учителю? Не обидим мы их? Вот все время споры вокруг вот этого у нас идут. Хотя, на самом деле, оказывается потом, что в школах зачастую именно учителя инициируют. Но, тем не менее, как вы относитесь к вот такой альтернативе не тратить деньги на букеты, а перечислить в этот день деньги в благотворительный фонд на лечение. Не обязательно добро24. Мы просто предлагаем вот перечислить туда. Замечательная акция. И я точно знаю, что эта акция, она только будет приветствоваться и приветствуется педагогами, потому что мы должны в первую очередь, конечно, воспитывать в детях добро, внимание, заботу о ближнем. И поэтому, наверное, сейчас даже в последние годы как-то у нас воспитание очень часто выходит на первую планку перед обучением. И это, я думаю, правильно. Не обидится учителя? Нет, точно. Но вы бы не обиделись? Точно. Ладно, хорошо. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вот завтра будет 1 сентября. И как раз вот такой урок доброты. Мы уже увидим, во скольких сколах он пройдет. И я надеюсь, что сотни учеников присоединятся и поддержат. И мы поможем двум девочкам, которым в этом году собираем полмиллиона рублей. Светлана, спасибо вам за разговор. Зрителям я напоминаю, что в преддверии 1 сентября мы разговаривали с исполняющим обязанности министра образования Красноярского края Светланой Маковской. С гостями прощаюсь. Спасибо вам, что пришли. Но зрителям могу сказать только одно. Смотрите Афонтово. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»